На днях в спортивном комплексе «Лидер» Славянского района состоялись финальные соревнования по боксу в рамках третьей летней спартакиады молодежи Кубани. В течение нескольких дней спортсмены из 17 муниципальных образований края боролись за звание лучших. Наши корреспонденты побывали на закрытии спартакиады и узнали, как распределились призовые места. Не случайно соревнования по боксу краевого масштаба проводятся именно в Славянском районе. Этот вид спорта у нас успешно развивается. По словам технического делегата спартакиады, олимпийского чемпиона по боксу 80-го года Шамиле Сабирова, славянские спортсмены не раз остаивали честь Кубани и всей страны на соревнованиях самого высокого уровня. Бокс динамично развивается в Славянском районе. Не зря там выходят со Славянского на Кубани. Сергей Водопьянов защищает уже честь сборной команды России ни одной олимпиады. Команда хорошо готовлена, подготовленные ребята все. Будут и победители, конечно. Я считаю, что отлично подготовлены. В последний день соревнований на ринге встретились самые сильные спортсмены, вышедшие в финал. Это представители команд Краснодара, Славянска на Кубани, Сочи, Геленджика и других уголков Кубани. Кто сказал, что бокс – исключительно мужской вид спорта? Победительница молодежной спорта киады среди девушек, спортсменка из Краснодара Оксана Пальцева это мнение опровергает. Можно сказать, что более стало строже к себе. Режим, спортивное питание, тренировки, понятное дело, каждодневные. Встаешь, нет времени погулять на личной жизни. Но все равно нравится. Оксана уже мастер спорта по боксу. А в дальнейших планах девушки – достичь в этом виде спорта еще больших высот. И доказать – бокс удел не только мужчин. Как Оксана Пальцева, участник соревнований из Славянского района, Акоп Елазян боксом занимается с детства. На спартакиаде Акоп занял третье место. Он уверен, этот вид спорта хорошо закаляет характер, воспитывает в мужчине положительное качество. Терпение, смелость все-таки, уверенность в себе. Ну и скромность. Все-таки спорт, он так человека воспитывает, скромно становится человеком. Ну, стал третьим, конечно, недовольным. Хотелось лучшего результата. Ну, бокс – все бывает. Будем стараться, дальше заниматься. Ну, будет получаться все. Главное – желание, стремление, и все будет. После финальных состязаний определились команды-победители, которые будут представлять свои муниципалитеты на спартакиаде Южного федерального округа, а позже и России. Победителями третьей летней спартакиады по боксу стали спортсмены из города Краснодара. Славянские боксеры завоевали почетное второе место на третьем – команда из Сочи. Алена Лавринова, Георгий Калинин. Программа «События». И, вероятно, с вами было facebook от перед elles.